Город Бахмут вот уже несколько месяцев остается самой горячей точкой на всей линии Украинского фронта. Российское командование кидает все новые силы, чтобы завоевать его любой ценой, несмотря на сомнительную стратегическую ценность. А глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин регулярно заявляет, что Бахмут вот-вот будет полностью окружен. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Бахмут может в ближайшее время перейти под контроль России. Даже в украинской прессе время от времени появляются сообщения, что город может быть сдан. Инсайдер выяснил, что об этом думают украинские военные в Бахмуте. Если город и правда захватят, это станет грандиозной политической и пропагандистской победой для Кремля. Ведь другого значимого результата вот уже несколько месяцев добиться не удавалось. Вопрос только в цене такой победы. В городе постоянно слышны взрывы минометных снарядов и автоматные очереди. Причем, по словам украинских военных, противник перешел к беспорядочным обстрелам. Нормально будет? Вхатку, вхатку, вхатку. Где-то минометно, с лапа. Сюда, мужики. Каждые четыре, пять, максимум десять секунд, то ближе, то дальше взрывается то снаряд, то минометная мина. Все это плюс ко всему время от времени еще и прерывается автоматными пулеметными очередями. То вот это Бахмут. Тут немає такої ділянки, де ти просто можеш проїхати собі там вільно, спокійно і не думати про то, що там нічого або не прилетить, або не зацепить і так дальше. Ну, дякувати Богу і нашому командованню, у нас є можливість ротацій. Деякі сидять взагалі безвилазно, там по два, по три тижні, наприклад, на позиції. У нас є можливість мінятися, тобто хлопці міняються. Три-чотири дні відбувається ротація. Від нас до ворога, до найближчих позицій, по яких ми працюємо, 1600 метрів. Так, ми раніше були ближче, на жаль, вони просунулись, тому нам прийшлось відступити. Тут у нас такий маленький склад нашого БК, щоб воно не відсерювало, бо на вулиці його тримати не можна. На вулиці воно і порохові пучки, і вишибні, і підривники, вони псуються. Вони не люблять вологу, тому воно все зберігається тут, готується, ведеться облік і безпосередньо вже несеться на вогнову позицію під час роботи. Не знаю, де ми її взяли, але десь ми її взяли. Постріл! Відновлення! Відновлення! Мінумент готовий! Відновлення! Другий! Мінумент! Постріл! Відновлення! Молодець, він працював, молодець! До войны в Бахмуті жили около 75 тисяч человек. Сейчас здесь очень сложно найти дом, который бы не пострадал от войны, не пострадал бы от снарядов, от пуль, от осколков. Но мирные жители все еще остаются. В Бахмуті много месяцев уже нет воды, нет водопровода, не работает водопровод, нет тепла, нет электричества, нет газа. При этом в Бахмуті остаются по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые живут в подвалах, которые живут в домах. Кто-то в своих квартирах, кто-то в тех квартирах, которые больше уцелели, но люди остаются, они там живут. Почему не уезжаете? А куда уезжаете? Ну хотя бы немножко дальше от линии фронта, тут же уже прям совсем... Я здесь родился, я здесь останусь, и выезжать некуда. Толку, что ты выйдешь, а деньги, а остальное, что ты возьмешь? Многие же решились, многие переехали, даже у кого там денег нету, как-то государство помогает, или не верите в это? Нет, никто не помогает. У меня жена была в том году, летом. Две недели пробыла в Днепре, и все, пришлось на завтрак, что мы там никому не надо. Найшли, будем так говорить, при заезде в Бахмут, там был обстрел, он был поранен, мы его трошки подлікували. И когда я открыл дверку автомобиля, когда мы выезжали, я говорю, Джек, у тебя есть один шанс поездить со мной. Поедешь, открыл дверку, он залез в машину, и от того момента он уже с нами. Тем временем, эксперты Американского института изучения войны считают, что Украина готовится к отводу войск из некоторых особо сложных районов Бахмута. Власти Украины называют ситуацию вокруг города тяжелой, но контролируемой. Бахмут — это Украина. Продолжение следует...